Здравствуйте, друзья! Не так давно в рамках нашей программы мы говорили о сельскохозяйственной продукции Крыма, востребованной на материке. Это не только клубника, черешня, персики и абрикосы, но и рыба, колбаса, молоко, инкубационные яйца, а также пиво и безалкогольные напитки. Сегодня продолжим эту тему. Продовольствие обсудили, перейдем к промышленным товарам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При Украине сотрудничество Крыма и России было, но оно не сопровождалось глубокой интеграцией. Исключения составляли те связи, которые были наработаны в советскую эпоху. Например, Симферополь-Сельмаш был частью технологической цепочки по производству советских комбайнов и другой сельхозтехники. Там выпускались комплектующие для нее. Но и в хмурые украинские времена он сохранил российский рынок сбыта. То же самое касается других крымских предприятий, возникших еще при СССР. Россия многое закупала из производимой продукции, размещала заказы, но рассчитывать на то, что она вложится в модернизацию и реконструкцию, не приходилось. Все изменилось в 2014 году. Старые связи начали восстанавливаться, и в Крым опять пришли большие деньги. Итак, промышленность Республики Крым. Начну с кораблестроения. Это отрасль с богатой историей. Наличие выхода в Черное и Азовское море благоприятствовало ее развитию. Суда, построенные на крымских судоверфях, в течение многих лет экспортировались в 40 стран мира, в том числе в страны Европы. У нас работает 5 судостроительных предприятий. Крупнейшее из них – это залив в городе Керчь и море Феодосии. После возвращения в состав России оба они прошли глубокую модернизацию и были адаптированы под новое повышенное требование. Заводы активно участвуют в гособоронзаказе, а также выполняют заказы бизнеса. Там строят не только военные, но и гражданские суда. Среди наименований – малые ракетные корабли, танкеры, туристические катера, плавучий причал и многое другое. Для залива особенно важно то, что при Украине он выпускал только корпуса кораблей, а теперь опять выпускает суда под ключ, то есть полностью готовые. К этому добавлю, что у залива есть еще одна крупная специализация, кроме судостроения – судоремонт. По этому направлению он обслуживает в год примерно по 20 плавсредств, как крымских, так и материковых. Тесно связан с кораблестроением и завод «Фиолент» в Симферополе. Он производит корабельную автоматику, то есть умную начинку для судов. За свою многолетнюю историю он укомплектовал этой продукцией более 500 кораблей. Но широкой российской общественности «Фиолент» известен в другом качестве. Там производят электроинструмент. Это электродрели, перфораторы, фрезерные машины, электролобзики и многое другое. Завод занимает долю 1% на общероссийском рынке электроинструмента. За прошлый год он реализовал около 200 тысяч единиц продукции в разных субъектах Федерации. При этом по некоторым узким направлениям его доля намного выше, чем 1%. По штроборезам – 46%, по строительным миксерам – 31%. При этом завод имеет статус по-настоящему российского производителя. В составе его продукции отечественное сырье и комплектующие занимают долю 84%. Идем дальше. Химическая промышленность – это лицо экономики Северного Крыма. Там расположены три больших завода этой сферы. Один из них – производитель диоксида титана в Армянске. Два других завода находятся в Красноперекопске. Один из них выпускает бром и бромистое соединение, а другой – соду. Все три предприятия активно работают на российский рынок, а также являются экспортерами своей продукции во многие страны мира. Например, Крымский содовый завод получил в 2016 году награду «Лучший экспортер» в рамках конкурса «Таможенный Олимп». Доля завода на общероссийском рынке соды – около 20%, а на мировом рынке – около 1%. Следующее предприятие – электромашиностроительный завод в городе Симферополе. Он выпускает сварочное оборудование и дизельные электростанции. Играет важную роль в вопросе импортозамещения. Завод уже давно и прочно интегрирован в российскую промышленность. Даже в украинский период он большую часть своих товаров реализовывал в России, успешно конкурируя со шведскими и финскими производителями. Его сварочные аппараты использовались при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Изделия завода работали на строительстве Русского моста во Владивостоке и в этом же городе Золотого моста. С их помощью возводился железнодорожный мост через реку Иртыш в Тобольске. Тысячи сварочных аппаратов, произведенных в Крыму, работают на судостроительных предприятиях страны, таких как Севмаш, Звездочка, Адмиралтейские верфи и Астраханские верфи. Производимая техника успешно эксплуатируется на объектах «Газпрома», в том числе в тяжелейших условиях Крайнего Севера. Недавно продукцию предприятия стали закупать российские железные дороги. Не забуду и Симферопольский электротехнический завод. Ему уже больше 70 лет. За эти годы он успел наработать широкую базу клиентов. Главным образом его продукция используется на железных дорогах. Также его товары применяются на линиях электропередач, в трамвайно-троллейбусных депо, на металлургических и горно-обогатительных комбинатах. Он выпускает довольно широкий спектр товаров от высоковольтных переключателей до трансформаторов и отопительных котлов. Назову еще несколько предприятий Крыма, которые производят продукцию, востребованную на материке. В Симферополе уже много лет работает завод по производству пневмооборудования. Это пневмоцилиндры, пневмораспределители, компрессоры, картриджи для фильтрации воды, приводы для открывания дверей общественного транспорта. Во времена СССР предприятие было крупнейшим центром по разработке и производству пневмооборудования. Оно на 85% обеспечивало потребности Советского Союза и социалистических стран. В наши дни завод является многолетним партнером таких гигантов российского машиностроения, как ВАЗ, ГАЗ. Он сотрудничает с Красноярским алюминиевым комбинатом и Жевским механическим заводом. В городе Керчь уже более 100 лет функционирует металлургический завод. В наши дни его основная продукция – это стальное и чугунное литье, стрелочные переводы для железных дорог, эмалированная посуда. Также здесь выпускают колеса для башенных кранов, канализационные люки и ливневые решетки. Крымский рынок для такого крупного производства является очень узким, поэтому основная часть продукции уходит на материк. В городе Феодосия также сформировался мощный промышленный кластер. Кроме уже названного завода «Море», здесь находится завод по производству оптики. На нем выпускают микроскопы, прицелы для бронетехники, приборы для ведения разведки. Предприятие участвует в исполнении гособоронзаказа и плотно взаимодействует с «Уралвагонзаводом». В Крыму за последние годы получила новое дыхание и эфиромасличная промышленность. Она тесно переплетена с парфюмерией и косметологией. Один из производителей расположен в селе Чайкино Симферопольского района. Он занимает первое место в России по производству продукции с розовым маслом. География продаж очень обширная. Это десятки торговых точек по всей стране. Другие представители этой отрасли тоже стремятся не отставать. Два сильных производителя натуральной косметики находятся в Алуште и Судаке. Их продукция также продается во многих субъектах федерации. Таким образом, у Крыма довольно многообразная промышленная специализация. Недавно к ней добавилось еще одно направление – производство кабелей и проводов. Завод по их выпуску открылся в Евпатории. Там 14 производственных линий, на них ежедневно выпускается около 4 тонн продукции. Предприятие пока работает только на крымский рынок, но планирует выходить и в другие регионы. В рамках этой программы я перечислил далеко не все. Например, в Крыму есть сильные производители одежды и спецодежды, в том числе для медицины, постельного белья, мебели, фильтров для воды, полиэтиленовых труб и полиэтиленовой пленки. Наши производители уже давно и плотно работают на большой и емкий российский рынок. И сейчас, после запуска Крымского моста, торговые связи с другими регионами продолжат расширяться. На сегодня у меня все. Желаю вам хорошего настроения, душевного тепла и больших экономических успехов. До свидания.